Сегодня большинство христиан верят, что есть только Бог-Отец. Но в оригинальном тексте Библии Бог чаще всего упоминается как Элохим во множественном числе. Если бы был только Бог-Отец, Бог бы должен был быть описан в единственном числе. Однако в Ветхом Завете Библия называет Бога Элохим около двух с половиной тысяч раз. На иврите слово «эль» или «элоах» означает «бог» в единственном числе. Однако слово «элохим», которое используется в Библии для описания Бога, около двух с половиной тысяч раз. Не в единственном числе, а во множественном числе. Это значит, что Бог-Отец не является единственным спасителем для нас. Библия говорит о Боге как «Он нашему» во множественном числе. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Тогда какое подобие имеет Бог Элохим, о котором говорится «нашему»? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу. Это значит, что Бог существует как мужской образ, отец, и как женский образ, мать. Вот почему Бог говорит о себе «нашему» во множественном числе. Бог, который сотворил небо и землю и спас нас, есть Элохим, то есть Бог-Отец и Бог-Мать. Субтитры создавал DimaTorzok